Поехали! Последние десятилетия, во время которых происходило развитие высоких технологий и внедрение компьютеров во все сферы жизни, породили огромное количество произведений, описывающих страшные последствия появления роботов, киборгов и искусственного интеллекта. В начале 20 века, когда технологический прогресс привел к появлению новых теорий управления и повсеместной замене старых принципов работы, страх порождался идеями о превращении общества в машину, о потере человеком индивидуальности. Писатели не оставили этот страх без внимания. В самом начале 20-х годов прошлого столетия Евгений Замятин пишет роман «Мы». История жителей единого государства, строителей космического корабля, разворачивающейся спустя сотни лет после последней революции, стала источником вдохновения для авторов самых известных антиутопий 20 века. На канале уже есть видео, в которых рассказывается об этих произведениях. Ссылки будут в описании. В этом ролике я рассмотрю роман Евгения Замятина и его главные темы, расскажу об источниках вдохновения автора и о схожести более поздних антиутопий с романом «Мы». Замятин описал тоталитарное государство, превратившееся в механизм, существующий только для поддержания своей работы. Государство, построенное на доведенных до абсурда идеях коллективизма и тейлоризма. Теория управления, целью которой было повышение производительности труда. В описанной системе стабильность и математически безошибочное счастье обеспечивается безграничной государственной властью, доносами, казнями вольнодумцев и операциями, лишающими людей фантазии. Автор показал новый для читателя мир глазами живущего в нем человека, демонстрируя не только образ жизни, но и образ мыслей людей, населяющих единое государство. Позднее этот прием используют и Хаксли, и Оруэлл, и Брэдбери. Причиной глобальных изменений мироустройства стала Великая двухсотлетняя война. Конфликт, приведший к гибели 80% населения земного шара. Во время войны большая часть транспортной инфраструктуры была уничтожена. Города оказались отрезаны друг от друга. В результате весь мир покорился власти единого государства. Его лидеры уже на протяжении тысячелетия ведут человечество к математически безошибочному счастью. Город, в котором происходят основные действия романа, отгорожен от остального мира стеной и находится под куполом. Люди не покидают его пределов. Предыстория описана скупо, но ясно, что Великая двухсотлетняя война была войной между городом и деревней. Для выживания в уцелевших городах были введены строгие порядки, максимально ограничивающие свободы человека. Государственная власть распространилась на все сферы деятельности. После окончания войны и налаживания мирной жизни эти порядки были сохранены, ведь они обеспечивали полную управляемость обществом и удовлетворение минимальных потребностей каждого человека. Кроме того, мало кто знал правду о том, как люди жили до войны. Само понятие свободы очернялось. А история была переписана так, что образ жизни предков вызывал только презрение. Люди не видели альтернативы существующему порядку. Со временем абсолютное большинство населения Единого государства перестало осознавать свое положение. Система, сотнями лет искореняющая любое инакомыслие, стала восприниматься людьми как единственно верное. Граждане Единого государства, называвшиеся теперь нумерами, были лишены имен. Каждый получал обозначения, состоявшие из буквы и числа. Все питались нефтяной пищей, изобретенной за 35 лет до основания Единого государства, и строго соблюдали единый для всех распорядок дня, определенный часовой скрижалью. Нумера жили в одинаковых комнатах с прозрачными стенами. Все были на виду друг у друга. Нумерам нечего было скрывать. К тому же такое устройство жилищ облегчало труд хранителей, следивших за порядком. Всякий из номеров имел право на любой номер противоположного пола, как на сексуальный продукт. Для этого необходимо было подать заявление и получить талоны на встрече. Табель таких дней составлялся сексуальным бюро после тщательного исследования каждого номера в лаборатории. Во время сексуального часа записанные друг на друга номера имели право опустить шторы в своей комнате. Государство создавало новые поколения покорных номеров так же, как завод, производящий новые партии изделий. При этом для рождения детей выбирались мужчины и женщины, соответствующие определенным материнским и отцовским нормам. Остальные не имели права рожать детей. Для того, чтобы полностью разорвать связь между поколениями и сделать невозможным передачу опыта детям от родителей, институт семьи был искоренен. Дети воспитывались на детско-воспитательных заводах. В воспитании принимали участие роботы. Государство имело возможность закладывать в головы детей исключительно то, что было необходимо для недопущения возникновения вредоносных мыслей. Стройные ряды номеров с неомраченными безумием мысли-лицами маршировали по улицам в отведенное для этого время. Личного больше не существовало. Индивидуальность считалась пережитком прошлого, атовизмом, от которого человечество избавилось после окончания войны. Быть оригинальным значило нарушить равенство. Мы – счастливейшее среднеарифметическое. Так говорили о себе номера. Равенство тут предполагало одинаковость, а свобода противопоставлялась счастью. Счастье номеров заключалось в упорядоченности, соблюдении графика и службе государству. Абсолютное большинство номеров считало единое государство райским местом, где все находилось под контролем бессменного главы государства – благодетеля. Выборы все еще существовали и проводились раз в год. День выборов назывался Днем Единогласия. Тогда все номера получали новую униформу, называемую в романе Юнифой. Но никакого выбора номера не имели. Кандидат был всего один. Нумер мог проголосовать против. Однако главный герой утверждал, что история единого государства не знала случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон. Разумеется, это не похоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних. Когда, смешно сказать, даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно неучитываемых случайностях, вслепую – что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это. Машина единого государства еще давала сбои. У людей появлялись ненужные машине желания и вредоносные мысли. Такие вышедшие из строя детали подлежали уничтожению. Одна из причин этих сбоев заключалась в сохранившихся внешних отличиях. Но в будущем ученые единого государства победят и это. Все номера получат одинаковую внешность, окончательно избавившись от причин для зависти. Д-503, главный герой романа, не сомневался в этом. Д-503 – математик, верящий в полную рациональность мира и математические принципы, на которых держалась господствующая идеология. Идеология, по которой у человека были обязанности, но не было никаких прав по отношению к государству. Д-503 работал над созданием космического корабля «Интеграл», с помощью которого Единое Государство планировало распространить свою идеологию по всем мирам. Заставить существ, обитающих на других планетах в диком состоянии свободы, стать счастливыми. То есть принять математически безошибочное счастье. «Мы» – это, конечно, не первая антиутопия. Этому произведению предшествовали романы Джонатана Свифта, Джека Лондона и Герберта Уэллса. Но благодаря тому, что Замятин описал значительно отличающееся общество будущего, прогнозируя при этом развитие возникших в начале века тенденций, роман стал одной из известнейших антиутопий 20-го столетия. Когда на Западе Хаксли и Оруэлл уже публиковали свои произведения, в СССР роман Замятина был известен единицам. Печатать роман запретили. Цензура увидела в нем насмешку над советским государством и идеей коллективизма. Роман был опубликован в США в 1924 году, затем в Чехии и Франции. А полный русский текст романа впервые опубликовали в Нью-Йорке в 1952 году. В Советском Союзе же произведение впервые было напечатано только спустя более полувека после смерти писателя. В 1988 году в журнале «Знамя», уже во время перестройки. С экранизациями роману повезло куда меньше, чем произведениям Оруэлла и Хаксли. В 1982 году вышел немецкий телефильм режиссера Войтеха Ясны с Дитером Лазером в главной роли. Человек перестал быть диким животным только когда он построил первую стену. За полтора часа экранного времени показаны основные моменты романа. Сухо пересказан его сюжет. При этом никто из занятых в фильме актеров не поражает своей игрой, а режиссер не находит какого-то особого стиля. Сложные переживания и мысли главного героя исполнителю роли D-503 удается передать лишь отчасти. И думаю, что зрителю, не читавшему произведение Замятина, могут быть непонятны некоторые моменты. Видно, что создатели фильма были очень ограничены в возможностях. Что не лучшим образом сказалось на передаче идей масштабного произведения. Мы сделали всего 48 жевательных упражнений вместо 50. Это все от волнения. В 2016 году француз Ален Буре снял черно-белую короткометражку «Стеклянная крепость» по мотивам романа Замятина. Фильм можно посмотреть, перейдя по ссылке в описании. В 2018 году стало известно, что наконец-таки грядет российская экранизация. Главные роли в фильме исполнили Егор Корешков, Елена Подкаминская, Софья Донианс и Филипп Янковский. Съемки фильма проходили в 2018 году, а выход фильма планировался на 2021 год. Однако после публикации трейлера прошло уже несколько месяцев, но дата премьеры на данный момент неизвестна. То, что на родине было воспринято как сатира на большевиков, совершенно иначе понималось западными критиками. Американцы, например, видели в романе критику фордизма, а Джордж Оруэлл, прочитав роман Замятина, высказал такое предположение. Вполне вероятно, однако, что Замятин вовсе не думал избрать советский режим главной мишенью своей сатиры. Цель Замятина, видимо, не изобразить конкретную страну, а показать, чем нам грозит машинная цивилизация. Это исследование сущности машины, Джина, которого человек бездумно выпустил из бутылки и не может загнать назад. Произведение получилось довольно универсальным. Возможно, причина в том, что отчасти оно было написано под впечатлением от жизни в Англии, где инженер-кораблестроитель Замятин руководил постройкой ледокола для России. Его профессиональная деятельность, кстати, отразилась на описаниях космического корабля и управления им. Сам Замятин писал, что роман – это сигнал об опасности, угрожающий человечеству от гипертрофированной власти машин и государства. Тем не менее, просматриваются и параллели со многими идеями, витавшими в воздухе в России начала 20-х годов XX века. Из самого очевидного – политика военного коммунизма, основой которой стала национализация всех отраслей хозяйства. Также в первые годы советской власти началась сексуальная революция. Была популярная идея о сведении отношений между мужчиной и женщиной к удовлетворению сексуальных потребностей безо всяких условностей. Проводились вечера обнаженного тела и высказывалась инициатива запретить ревность на законодательном уровне. В романе эти идеи трансформировались в свободные отношения по талонам. В сфере просвещения также происходили большие перемены. Создается «Пролет-культ», ставший прообразом Института государственных поэтов и писателей из романа. Один из идеологов «Пролет-культа» Алексей Гастев в работе о тенденциях пролетарской культуры писал следующее. Мы вплотную подходим к какому-то действительно новому комбинированному искусству, где отступят на задний план чисто человеческие демонстрации, жалкие современные лицедейства и камерная музыка. Мы идем к невиданно объективной демонстрации вещей, механизированных толп и потрясающей открытой грандиозности, не знающей ничего интимного и лирического. Тут же всплывает перед глазами сцена марша нумеров, аппараты для производства музыки и поэты, прославляющие единое государство. Наши поэты, пишет главный герой, спустились на землю. Их лира, утренний шорох электрических зубных щеток и грозный треск искр в машине благодетеля. И тут нельзя не упомянуть Владимира Маяковского, творчество которого стало важной составляющей образа той эпохи. В записях Д-503 часто можно встретить необычные метафоры, напоминающие стиль классика советской литературы. Партия, рука миллионопалая, сжатая в один громящий кулак. Единица вздор, единица ноль. Один, даже если очень важный, не подымет простое пятивершковое бревно. Тем более дом пятиэтажный. В романе содержится множество упоминаний о христианских традициях, библейских историях и героях. Идеология единого государства во многом основана на подмене христианских ценностей. Само государство, уничтожающее волю, представляется не иначе, как рай земной. Всемогущий благодетель, перед которым номера испытывают священный трепет, ассоциируется с Богом. Вот только Бог этот превозносит мучителей, а людей с удаленной фантазией благодетель называет блаженными в раю, в котором не знают уже ни желаний, ни жалости, ни любви. Хранители, наблюдающие за порядком и наделенные, по всей видимости, исключительными правами, в записях Д-503 сравниваются с ангелами-хранителями. День единогласия с Пасхой. А доносы номеров друг на друга с исповедью, при которой лица номеров теплятся, как лампады. Борцы с режимом входят в организацию под названием Мефи, сокращением имени Мефистофель. И-330 приравнивает веру в Бога к поклонению энтропии, счастливому равновесию. А себя и всех, кто входит в организацию Мефи, называет антихристианами, энергии противопоставленной энтропии, сторонниками мучительно бесконечного движения. Замятин, как уже говорилось, скуп на подробности при описании мира. Основной задачей было показать психологию главного героя, живущего в едином государстве. Д-503 человек не просто лояльной системе, но и восхищающийся ею. Он уверен в непоколебимости единого государства, справедливости благодетеля и в том, что лимит на революции был исчерпан. Д-503 может логически объяснить любой существующий закон и считает несовершенством то, что у номеров пока еще есть личные часы. Он идеальная шестеренка огромного механизма. Государство, в котором забыли, что такое человечность. При всем этом по записям главного героя видно, что он творческий человек, математик с душой поэта. Замятин не случайно делает эти записи несколько суховатыми. Это способно оттолкнуть некоторых читателей, но творец, живущий в обществе, в котором величайшим памятником древней литературы считается расписание железных дорог, изъясняется как может. Записи главного героя знакомят читателя с миром произведения. Мы видим единое государство глазами его жителя. Знакомимся с его образом мыслей. То, что читатель называет тоталитарным режимом, с точки зрения номеров единого государства, не знающих никаких альтернатив существующему порядку, является математически безошибочным счастьем. У номера технократического государства свое понятие о красоте. Красиво только разумное и полезное. Машины, сапоги, формулы, пища. А вот все, что принадлежит дикому миру, изгнанному за зеленую стену, таковым не является. К искусству отношение утилитарное. Оно необходимо исключительно для идеологического воспитания, прославления благодетеля и единого государства. Безо всякого сожаления, пишет Д-503 о десяти погибших во время испытаний рабочих, гордится тем, что ритм работы из-за этого происшествия не споткнулся ни на секунду, и никто даже не вздрогнул. Ведь жизни десяти человек это всего лишь одна стомиллионная часть массы единого государства, и арифметически безграмотную жалость, известную только древнему, испытывать было бы смешно. Да и как можно сомневаться в величии и верности пути единого государства при полном отсутствии альтернатив? Тем не менее, сомневавшиеся находились, и в идеализированной картине мира главного героя, в стене, отделяющей Д-503 от самого себя, появятся огромные брежи. К большому удивлению главного героя, оказывается, что существуют те, чья воля и чувства не подавлены, они не испытывают любви к единому государству и нарушают его законы. Конечно, наивный Д-503 не смеет даже предположить того, что правила не соблюдаются не только теми немногочисленными преступниками, о существовании которых он узнал, но и властью, превратившей миллионы людей в принужденных к счастью биороботов. Как и большинство тех, кто всю жизнь был несвободен, Д-503 к свободе не слишком стремится. Он боится ее. Боится он и женщину, поступки и слова которой ему непонятны. Но при этом Д-503 ничего не может подделать с обуявшими его чувствами. Стиль его записей кардинально изменяется. В нем начинается внутренний конфликт, из-за которого отношение главного героя к миру, пусть ненадолго, но изменится. Окружающий мир превращается для него, математика, в мир корней из минус единицы. Д-503 чувствует себя больным, ведь желание иметь что-то свое в едином государстве считается болезнью. А главный герой хочет, чтобы соблазнившая его женщина принадлежала только ему. Женщины, окружающие героя, персонажи довольно символичные. Революционерка И-330, мысли о которой постоянно будоражат Д-503. Влюбленная в него О-90, мечтающая стать матерью, но не проходящая по росту материнскую норму. И неравнодушная к главному герою Ю, работающая на детско-воспитательном заводе. В продолжение религиозной темы стоит упомянуть о том, что некоторые читатели видят в образах И-330 и О-90 отсылки к Лилит и Еве. Однако покинувшая единое государство О ушла за стену без своего Адама, который остался под властью благодетеля, окруженный навязчивым вниманием Ю. И-230 воплощение энергии. Революционерка, пытающаяся уничтожить режим, жаждущая изменений и неопределенного завтра. И-230 выдергивает Д из привычного образа жизни, чтобы получить доступ к космическому кораблю. Даже если она и испытывает какие-то чувства по отношению к Д, то она готова пожертвовать в том числе и ими ради достижения цели. Ю-энтропия. Но энтропия навязчивая и жестокая. В ее понимании самая трудная и высокая любовь – это жестокость. Поэтому, наверное, этой даме поручено воспитывать детей, вбивать в их головы догмы единого государства. Она стремится оградить героя от того, куда втягивает его И. Из этого противопоставления выпадает только О, которая искренне любит Д и мечтает о семье, детях. Д-503 ставят страшный диагноз – у него образовалась душа. В этом обществе никто не скажет ему о том, что душа была с ним с самого начала, но только теперь начала просыпаться. Впрочем, долго бодрствовать ей не позволят. Отдельно стоит сказать и об образе космического корабля. На первый взгляд странно, что государство задается целью покорения инопланетных цивилизаций, не совершив ни одного полета в космос и не проведя никаких исследований. Но механизму под названием «Единое государство» нужна хотя бы какая-то, пусть и самая мифическая цель. Строительство интеграла дарит каждому надежду. Дает повод гордиться и чувствовать причастность к великим свершениям. Космический корабль становится для номеров аналогом светлого будущего. Прекрасно осознавая, что любое вмешательство и любой контакт могут оказаться губительными для этого изолированного даже от собственного мира флорариума, власть не выходит даже за пределы города. Только в городе среди полностью подчиненных ей людей и в привычных искусственных и абсолютно ненормальных условиях она чувствует себя в безопасности. Даже контакт с дикарями, живущими за пределами города, может разрушить этот механический мир, превративший людей в безвольные шестеренки. А что уж говорить о контакте с инопланетной цивилизацией, которого ждут, но, конечно же, никогда не дождутся, номера. По некоторым деталям записей D-503 можно проследить, что единое государство постоянно усовершенствовало способы промывания мозгов и борьбы с инакомыслием. Для пыток применялся газовый колокол, прозрачный купол, под который помещался человек. Далее под него начинал поступать специальный газ, либо из-под него откачивался воздух. Главный герой пишет, что несколько сот лет назад находились еще те, кто сравнивал операционное бюро, где применялся этот колокол, с инквизицией. Но теперь никто не сомневался в том, что эта процедура преследует великую цель – заботу о безопасности единого государства. Сам этот колокол можно сравнить с городом под куполом, из-под которого заботливые хранители выкачали человечность, свободу и волю. В результате методичного уничтожения свободомыслия, продолжавшегося тысячу лет, даже те, у кого появлялись сомнения, не знали, как можно противостоять единому государству. Высказывания запрещенных мыслей и безрезультатная демонстрация своего протеста уже казались чем-то из ряда вон выходящим и карались, как тяжкое преступление. Символом этого максимально домашненного беззубого бунта стала пурпурная лента, которой перевязывали руки осужденных. Д-503 пишет о том, что эта лента была традицией, так как раньше люди могли сопротивляться, и руки их сковывали цепями. Теперь же они даже не помышляли о сопротивлении и покорно шли на собственную казнь. Противостоять единому государству могли только те, кто не забыл о своей природе – дикари, жившие за стеной. Существует мнение, что роман «Мы» о свободе и несвободе, о противопоставлении индивидуализма к коллективизму. Замятин действительно описывает две крайности – людей, ставших частью огромного механизма, и тех, кто живет за стеной – диких, вернувшихся к природе людей, не отказывающих себе в исполнении желаний. Человек перестал быть диким животным только тогда, когда он построил первую стену. Человек перестал быть диким человеком только тогда, когда мы построили зеленую стену. Когда мы этой стеной изолировали свой машинный, совершенный мир от неразумного, безобразного мира деревьев, птиц, животных. Но конфликт создан не для того, чтобы самому встать на одну из сторон, а чтобы показать, что раздельное существование нумеров и людей за стеной не имеет никакого смысла. И для достижения человечеством гармонии потерявшиеся половины, разум и чувство, рациональное и иррациональное, должны объединиться. Роман Джорджа Оруэлла «1984» часто сравнивают с произведением Замятина. И, конечно, небезосновательно. Еще до начала работы над своей антиутопией Оруэлл интересовался романом «Мы», а в 1946 году, за три года до первой публикации его собственной антиутопии, был в числе рецензентов англоязычного издания романа. Структура «1984» действительно напоминает структуру «Мы». И Д-503, и Уинстон живут в тоталитарном государстве. Оба влюбляются в девушку, мягко говоря, свободных нравов. Оба сломлены системой в финале. Благодетель превратился в старшего брата, или в большого брата в зависимости от перевода. Единое государство стало Океанией. Но есть и масса отличий, не позволяющих обвинить Оруэлла в плагиате. Оруэлл уделяет намного больше внимания устройству мира. Замятин же сконцентрировался на психологии героев. Политическая составляющая у него не проработана. Мы не узнаем, кто стоит за Благодетелем. Почему революционеры не создают поселений за городом? И как живет остальной мир? Д-503 восхищается системой, и до знакомства с И-330, готовый на все ради борьбы с единым государством, он даже не помышляет ни о каких нарушениях. Уинстон ненавидит и желает уничтожить систему. Знакомство с далекой от политики Джулии придает ему решимости. В этой паре он главный бунтарь. Океания Оруэлла ведет бесконечную войну, подавляет любое инакомыслие и существует исключительно ради поддержания власти партии. Двоемыслие и новояз, как одна из его основ, должны были сделать невозможным оппозиционный принцип мышления. Оруэлл писал свой роман на четверть века позже Замятина. В его романе отразились и атмосфера мировой войны, и новые способы управления массами. Там, где Замятин лишь предполагал, доведя до абсурда различные идеи, Оруэлл, можно сказать, писал с натуры. Его океания представляет собой практически совершенную систему угнетения, по сравнению с которой город Замятина действительно может показаться раем. Замятин не настолько пессимистичен. Единое государство Замятина несовершенно. Ни навязывание одинаковости, ни лишение имени не в состоянии окончательно уничтожить личность. И даже номера могут стать частью индивидуального образа. А такая деталь, как неосознающие своего положения номера, роднит роман с произведением Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», в котором автор успешно развил некоторые из идей Замятина. При том, что главный герой романа остается частью системы, Замятин заканчивает произведение, не дав ответа на вопрос, какая из сторон одержит победу. А покинувший город О-90, который предстоит родить ребенка на свободе, становится символом надежды на перемены. В романе «Мы» Замятин описал про образы искусственной еды, зданий из стекла и бетона, евгеники, газовых камер и современных систем наблюдения. Упоминаются электрические зубные щетки. Но главным предсказанием Замятина стало появление продукта тоталитарной системы, человека, пришедшего на смену религиозным фанатикам, человека без имени, противопоставляющего свободу счастью, и пытающегося навязать свой бесчеловечный порядок тем, кто, по его мнению, пребывает в состоянии дикой свободы. Замятин показал, что главный хранитель системы вовсе не тот, кто погоняет строй номеров электрическим кнутом. Он внутри каждого из них. И именно этот внутренний хранитель не дает им сбросить оковы. Друзья, поддержать канал можно, сделав перевод на карту Сбербанка, Яндекс.Деньги, Пейпал, а также став моим патроном на Патреон или спонсором канала. Подробности можно узнать, перейдя по ссылкам в описании или нажав кнопку «Спонсировать» под роликом. Спасибо. Продолжение следует...